Министерство иностранных дел Казахстана выясняет, нет ли наших соотечественников среди погибших и пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей в немецком Мюнстере. По информации руководителя пресс-службы МИДа Ануара Жайнакова, дипломаты посольства Казахстана в Германии находятся на постоянной связи с местной полицией. Уже известно, что за рулем грузовика был немец, мужчина психически нездоров и ранее уже пытался покончить жизнь самоубийством. По последним данным, трагедия на западе Германии унесла жизни трех человек, в том числе водителя грузовика. 26 ранены, 6 из них в критическом состоянии. Детали произошедшего в материале нашего собственного корреспондента Шулпана Менбаевой. Грузовик въехал в толпу людей. Это страшное происшествие сразу напомнило немцам о трагических событиях в Берлине и Ницце, где террористы действовали по такому же сценарию. Но случившаяся в Мюнстере не теракт, пишут немецкие СМИ. Наезд на людей совершил психически больной гражданин Германии, преступнику 48 лет. Он проживал в городе Мюнстер, ранее не был судим. Напомню, он застрелил себя сразу после преступления. В его доме уже прошли обыски. Полиция выясняет мотивы. Однако въехал в людей он намеренно, говорят эксперты. Преступник, который въехал в толпу людей, по актуальной информации, был гражданином Германии, но не беженец, как писали многие. Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что стало причиной этого преступления. В данный момент ничего не говорит о террористической атаке. Но хочу отметить, что мы ведем расследование во всех направлениях. Это ужасное преступление прямо в самом центре Мюнстера очень глубоко меня шокировало. ЧП в Мюнстере произошло в старой части города, излюбленном месте туристов. Очевидцы рассказывают, что грузовик понесся, сбивая все на своем пути. Но больше всего пострадали посетители летнего кафе, которые в тот момент находились на террасе. Вокруг было много полицейских и много людей, которые бежали и кричали. Это, конечно, шок для всех гостей и местных жителей. Это ужасно. Теперь, когда я пью кофе на улице, я не чувствую себя в безопасности. Масштабная спецоперация в Мюнстере завершена. Полицейские информируют, что не нашли взрывчатку. Однако проверяют информацию о двух сообщниках, о которых ранее сообщали очевидцы. Германия встревожена с учившимся. Ангела Меркель заявила, что будет сделано все, чтобы поддержать пострадавших и родственников погибших.